Новосибирск Нужно выбрать Размеры крана 18 пункт 10,25,440,540 Тогда мы еще штабируем Вот так вот Нормально Новосибирск Затем По коншине все читают топлива, температуру за бортом. Двигатель выключен, так как тахометр не показывают. Завровая приборка будет показывать. Двери открыты, двери закрыты. Как всегда, можно менять темы. Сейчас осталось обновить все и обновляю. Интересно. Почему-то так сначала, а потом в будущем. Обновим прошивку. Посмотрим, что это застает. Правильно, потому что при нажатии здесь срабатывает вот этот клубник. И он как бы меню поставил. Понятно, все нормально. Да, от этого переходит уже. В штатке такого не было, да? Что? В штатке не было такого. Такое же маленькое было, да? По-от, что это только... Причь. Причь. Затем приходится челечки, да? Причь. По-от. Причь. Причь. 5 минут будет обновлять 5 минут будет обновлять 5 минут будет обновлять 2.3.6 прошивка ставит 2.3.6 прошивка ставит файл конфигурации пока у нас тут иконки маленькие файл конфигурации запишем это будет правильно пока глушим файл конфигурации 2.5 Камера, вот такие, наверное, что-то, сейчас, кромка, подключение. Тут ноль пароль теперь, по-русски, так, если нужен CarPlay, то вот, The Link через это приложение, я этим не пользуюсь. Так, помню, последний режим. Это главная страница Android, наверное? Да, и обычно так, можно в штатную систему, если кто-то там пользуется. Вот DVR, если вы потом USB-регистратор поставите, здесь выбираете вот этот вот пункт и выбираете приложение, через которое можно его смотреть. Ага, здесь надо было отключить. Сейчас нет, отключаем. Bluetooth оригинальный, это не меняем. Вот это автоматическое управление подсветкой экрана, если нужно сделать там свой режим, чтобы он не менял никогда. Сейчас он будет, в зависимости от внешнего освещения, регулирует. А здесь закрыть, а потом там в настройках выбираете уровень, какой можно. HD камера для нештатной. Вот сюда можно записать свой музыкальный плеер вместо штатного. Когда запишите, тут появится где-то можно YouTube, можно еще какой-нибудь. Тут пишем автоматическое переключение. голосовая клавиша, короткое нажатие, может включать навигацию. Здесь на руле. Где-где-где? Голосовая клавиша, короткое нажатие, будет включать навигацию. Голосовая, вот это смысл? Да, вот это. То там, то там. Здесь у нас вот этот же. Долго искали. И вот. UI конфиг тут появилась куча интерфейсов. Есть BMW, есть Mercedes. Есть общие даже, для разных. Такие попсоловые. Аудюшные есть. Не знаю. А какой прикольный? Самый прикольный, по мне, это ID7. А вот это Hi-Car еще? Что такое? Hi-Car это то же самое как ID7, только Huawei сделала для Bluetooth. Ну что потом? Что потом? После выбора нужно, чтобы перезагрузился. Я забыл, пароль вход 0 или 1? Сейчас пароль. Так, тут вроде все. Имперед конфигурации. Вот если нужно перезагрузку сделать Android, то нужно зайти сюда, имперед конфигурации, перезагрузку, чтобы не выключать. Зажидать 20 секунд, включать нужно вот такой. Ага. Ну логотипы тут лучше не менять, аначе он на статичные просто поставит места анимации. Понятно. Лучше у него все остается. Потом вернуть нужно. Так, сейчас проверяем, как оно сработает. Что такое? Переходит. Аукс, я не знаю, есть тут возможность на какую-то кнопку настроить? Можно. Тогда можете запомнить ее и будет удобнее, чтобы не ходить в меню. Просто нажали. Все, я сразу. Лас наукс, там звук. А вот сейчас вернусь, вернусь наукс? Или нет? Медиа сейчас. Она все 100 сейчас. Сейчас. Включим. А если надо? Включим. Не, а все, он включен. Включен? Да. Ну, вы нажали, оно… Сейчас посмотрим. Да, аукс включен. Тут уровень аукса должен быть. Вот этот вот так. Ну да, он уже на минимуме стоит. Можно выровнять, чтобы он был примерно как штатный. Много если максимум. Все будет. Есть. Коли затем подождем, чтобы уничтожить ее в небо. Мы نожалеем. Вот здесь. У нас естьしい 401 перемещение. Конечно. Всё стоит. Немного. Немного отлично. Понимаем? Я оф ponto. Продолжение следует... Продолжение следует...